Основным механизмом влияния на гемодинамику при острой дыхательной недостаточности является индукция гипоксической вазоконстрикции. И в случае выраженной гипоксимии степень этой вазоконстрикции может привести к формированию легочной гипертензии, которая станет причиной дисфункции правого желудочка. И таким образом проблемы уже малого круга вызовут нарушение системного кровообращения большого круга. Однако в реальной клинической жизни ситуация осложняется тем, что нарушения кровообращения малого круга, ассоциированные именно с гипоксией, могут накладываться на предсуществующие проблемы у пациентов, сопутствующие легочной гипертензии, так называемой первого типа, это артериальная легочная гипертензия. А более часто мы встречаемся с ситуацией, когда тяжелая пневмония ОРДС, связанные с ними гипоксия и повышение сопротивления малого круга развиваются у пациентов с заболеваниями левых отделов сердца, сердечной недостаточностью, патологией клапанного аппарата сердца, которые сами по себе вызывают повышение давления в малом круге и таким образом такое синергичное отрицательное влияние на гемодинамику малого круга возникает. Именно более глубокому анализу подобных ситуаций, непростых клинических, я и хотел бы посвятить свое сообщение. Как вы хорошо знаете, гипоксическая вазоконстрикция это фундаментальный физиологический механизм, обеспечивающий блокирование кровотока в невентилируемых зонах легких и таким образом улучшение вентиляционно-перфузионных отношений и, что более важно, улучшение оксигенации. Открыт он был Бетфордом в 1894 году, но детально исследован Эйлером и Лилистрандом в 1946 году. Именно по именам этих авторов он и получил свое название. Достаточно быстро после падения содержания кислорода в альвеолах повышается тонус сосудов малого круга и развивается вазоконстрикция в этой зоне равным образом и быстро разрешается эта вазоконстрикция после купирования гипоксии. Это приводит к тому, что очень в короткие сроки снижается кровоток в невентилируемых областях легких и таким образом предупреждается выраженное шунтирование крови справа налево, предохраняя наших пациентов от гипоксии. Но ценой таких, казалось бы, положительных изменений становится повышение сопротивления в малом круге кровообращения и увеличение давления в легочной артерии. Интересно то, что этот механизм, по сути дела, прямо противоположен реакции большого круга на гипоксию, где снижение парциального давления кислорода, снижение перфузии вызывает вазодилатацию. Помимо указанного положительного влияния на вентиляционно-перфузионные отношения, механизм важен тем, что в период внутриутробного развития блокируется кровоток в легких недышащего плода и кровь шунтируется через овальное окно и открытый артериальный проток. В условиях, когда пациент находится с устродыхательной недостаточностью в отделении интенсивной терапии, мы сталкиваемся с ранней гипоксической вазоконстрикцией, развивающейся быстро. Интересно, что основной механизм развития локализован в самих гладкомышечных клетках сосудистого русла. Этот механизм может быть продемонстрирован на препаратах, лишенных альвеол. Триггером является снижение концентрации свободных радикалов в митохондриях гладкомышечных клеток. А эффектором кальциевые каналы саркоплазматической сети, которые повышают содержание кальция внутри этих клеток. И кальциевые каналы мембран, которые также способствуют проникновению кальция в гладкомышечные клетки и развитию вазоконстрикции. При хронической гипоксической вазоконстрикции, примером может быть легочная гипертензия у жителей Высокогорья, на первый план выходят нейрогенные и эндотелиальные механизмы влияния на сосудистый тонус с последующим ремонделированием сосудистого русла. Именно гипоксическая вазоконстрикция становится таким образом основой формирования легочной гипертензии, так называемой третьего типа легочной гипертензии, ассоциированной с гипоксией и заболеваниями органов дыхания. Напомню вам, что согласно эпидемиологическим исследованиям, до 70% пациентов с тяжелыми пневмониями и острым респираторным достресс-синдромом, которые находятся на лечении в отделениях реанимации и интенсивной терапии, имеют диагностически повышенное значение давления в малом круге кровообращения, выше 25 мм рт. ст. средней. Таким образом, у них фиксируется легочная гипертензия третьего типа. Согласно современной классификации, утвержденной Всемирной организацией здравоохранения и представленной в международных рекомендациях, мы сегодня подразделяем легочную гипертензию на 5 групп или клинических типов. Первая – это, собственно, артериальная легочная гипертензия. Вторая группа – это наиболее распространенный вариант повышения давления в малом круге кровообращения, легочная гипертензия, связанная с заболеваниями левых отделов. Третья группа – предмет нашей беседы. Это легочная гипертензия, связанная с гипоксией и заболеваниями органов дыхания. Четвертая группа – хроническая, тромбоэмболическая. И пятая – легочная гипертензия смешанного генеза. При легочной гипертензии первого, третьего и четвертого типа патологические процессы замкнуты на артериальном русле малого круга. И эта гипертензия, собственно, результат вазоконстрикции или гипердинамии на артериальном русле малого круга. Для легочной гипертензии второго типа характерен уникальный механизм формирования. Она начинается с гипертензии левого предсердия и затем с ретроградного, что, например, совершенно не характерно для большого круга, с ретроградного увеличения давления в малом круге кровообращения. Инициируясь гипоксией, легочная вазоконстрикция, гипоксическая, постепенно прогрессируя, приводит к повышению давления в малом круге кровообращения, к формированию легочной гипертензии третьего типа. А конечной мишенью в этой фотофизиологической цепочке являются уже повреждения правого желудочка. Дисфункция правого желудочка, связанная с высоким давлением и высоким сопротивлением малого круга кровообращения, таким образом проблема постепенно становится системной. Правый желудочек анатомически значимо отличен от левого желудочка. Стенка его свободная в три раза тоньше, чем стенка левого желудочка, а масса в шесть раз меньше, потому что вроде бы он так же, как и левый, осуществляет перемещение всего объема крови в организме. Однако этот объем правый желудочек перенаправляет в систему с низким сопротивлением и низким давлением. Сопротивление нормального малого круга кровообращения в 10 раз меньше, чем сопротивление большого круга кровообращения, а давление в 7 раз меньше, чем в большом круге кровообращения. Но правый желудочек прекрасно справляется с этой работой, если не повышается сопротивление малого круга. Вот иллюстрация, она может быть даже названа ключевой для понимания фотофизиологических процессов влияния высокого сопротивления и высокого давления на производительность желудочков. Справа вы видите ситуацию, характерную для левого желудочка. При повышении давления в аорте производительность левого желудочка снижается, но у здорового левого желудочка снижается очень умеренно. И обратите внимание на левую часть диаграммы. Катастрофическое падение производительности правого желудочка при увеличении давления в малом круге кровообращения. И примерно такая ситуация развивается при тяжелой гипоксии, когда в результате гипоксической вазоконстрикции значимо увеличивается сопротивление давления в малом круге кровообращения. Если правый желудочек не готов к такой постнагрузке, он страдает и снижает свою производительность. Причем формирование острой правой желудочковой недостаточности имеет несколько механизмов не только собственно снижения производительности. Этот желудочек начинает выполнять большую работу, напряжение его стенки повышается и таким образом важен и шимический компонент дисфункции правого желудочка. И наконец, как вы видите, третий компонент дисфункции связан с тем, что межжелудочковая перегородка в этом случае будет пролобировать сторону левого желудочка, снижая конечный диастолический объем левого желудочка, что также будет способствовать формированию острой сердечной недостаточности. Учитывая вышесказанное у пациентов с острой дыхательной недостаточностью в отделении их интенсивной терапии, нужно предполагать возможность развития легочной гипертензии и оценивать давление в малом круге кровообращения. Золотой стандарт рутинного диагностического подхода в этих случаях – эхокардиография, исследование трехстворчатого клапана. У абсолютного большинства представителей популяции есть недостаточность трехстворчатого клапана. И по скорости струи регургитации на трехстворчатом клапане в соответствии с уравнением Бернули можно рассчитать градиент между правым желудочком и правым предсердием. И, как представлено на иллюстрации, через этот градиент получить информацию о систолическом давлении в правом желудочке и, соответственно, систолическом давлении в легочной артерии. Вполне вероятно, что при выраженной гипоксии у нашего пациента это давление будет повышено. Кроме того, эхокардиография нам дает бесценную и на сегодня уникальную информацию о состоянии правого желудочка. Мы можем оценить, насколько эта гипертензия влияет на правый желудочек и не сформировалась ли уже правожелудочковая дисфункция. При этом будет учитываться размер правого желудочка. Очень важно помнить о том, что при формировании правожелудочковой недостаточности и его дилатации растягивается кольцо трехстворчатого клапана. И в динамике мы увидим увеличение степени регургитации на трехстворчатом клапане. Уже указано пролоббирование межжелудочковой перегородки в полость левого желудочка. Прошу прощения, Андрей Евгеньевич. Да. Вы не могли бы сами листать слайды, либо указывать нам, когда включать следующие, потому что они хаотично включаются? Я ничего не трогаю. Сейчас вот слайд с эха. 59 слайд уже у вас по плану все идет? У меня нет 59 слайда. Вообще у меня 53 слайда. Это я не знаю. Смотрите, на слайде у нас сейчас гипоксическая вазоконстрикция при ОДН, легочная гипертензия третьего типа при пневмонии и ОРДС. У нас, видимо, несоответствие. Что мне сделать, чтобы вернуться? Передо мной слайд, о котором я сейчас рассказываю. Он примерно 20 где-то может быть. А, сейчас вернемся на 20. Просто, да, вы не могли бы озвучивать, когда нам включать следующий слайд? Хорошо, буду пользоваться. Мы вам помогали. Ага, сейчас мы отмотаем на 20 слайд примерно. А вот, я ты не вижу. Глубокоженные коллеги, вот у нас вчера подобные проблемы возникали. Как бы нам тогда, может быть, докладчикам говорить, чтобы они нажимали сами, листали, вот чтобы у нас дальше такого не произошло? Да, мы пробовали перед началом секции. Вроде все получалось листать слайды. Андрей Евгеньевич, если вам удобно, может, вы даже сами можете попробовать. Давайте остановимся вот на изображении сердца правого желудочка. И отсюда я снова буду двигаться вперед. Диагностика дисфункции правого желудочка, правильно? Нет, анатомия. Анатомия правого желудочка. Ага, сейчас вернемся. Диагностика дисфункции правого желудочка. Мы уже на месте. Все, слайд соответствует. Анатомия правого желудочка. Как мы будем взаимодействовать, как вы скажете? Секундочку. Вчера на одной презентации, мне пришлось помнить, я каждый раз говорил следующий слайд. И техники переключали слайд. Андрей Евгеньевич, вот сейчас попробуйте, пожалуйста, пролистать. Мы посмотрим, у нас будут они идти или нет. Я нажимаю на следующий. У вас следующий включается, правильно? Ага, тогда давайте вы нам будете сообщать, мы будем включать следующий. Вот я вернулся на желудочек, включите следующий слайд, пожалуйста. Ага, все, тогда сообщайте. Так и будем, да, следующий. У меня ничего не произошло. У вас сейчас функция правого желудочка, правильно? У меня нет, у меня вот анатомия так и висит. Ну, вы сказали включить следующий. Ага, подождите. У меня сейчас функция, включайте следующий. На функции пока остановились. Ну, дальше, дальше. Еще дальше, ага. Все, мы будем с вами идти в ногу с вашим слайдом. Ага, вы переключили, да? Да, да, да. Просто как будете переключать слайд, сообщайте нам, и мы будем транслировать следующий. Переключаю эхокардиография здесь. И еще раз переключаю диагностика правого желудочка. Эхокардиография дает нам уникальную возможность оценки правого желудочка и установление собственного факта дисфункции правого желудочка у пациента с острой дыхательной недостаточностью. Следующий слайд, будьте добры. Теперь предлагаю разобрать те клинические ситуации, когда вызванная острой дыхательной недостаточностью гипоксия и легочная гипертензия накладывается на предсуществующую легочную гипертензию. То заболевание, которым пациент страдал до развития пневмонии или острого респираторного достресса синдрома. Следующий слайд, будьте добры. И первый вариант, это легочная артериальная гипертензия. Следующий слайд, будьте добры. Неоднородная группа, в нее входят как первичная легочная артериальная гипертензия, диапатическое заболевание, генетические обусловленные варианты повреждения артериального русла малого круга, так и очень большая подгруппа вторичной легочной артериальной гипертензии на фоне заболеваний соединительной ткани, цирроза печени или синдрома приобретенного иммунодефицита. Следующий слайд, будьте добры. Значимая очень проблему составляет вторичная артериальная гипертензия на фоне врожденных пороков сердца, не корригированных, так и корригированных, и об этом нужно говорить. Резидуальная легочная гипертензия сохраняется даже в случае успешных операций по поводу врожденных пороков сердца. Я хочу вам напомнить о том, что с начала 21-го столетия число взрослых с легочной гипертензией ВПС стало превышать число детей с ВПС. Это проблема. И длительное время, следующий слайд, анатомические препараты, пациенты с легочной артериальной гипертензией не предъявляют каких-либо жалоб. Основной механизм компенсации – это развитие гипертрофии правого желудочка. И, как вы видите на этих препаратах, правый желудочек становится фактически зеркальным отражением левого. Он такой компактный, мышечного типа. И это не случайно, потому что он преодолевает такое же сопротивление, как и левый желудочек. Вот фотография монитора пациентки с реканализацией боталового протока и тяжелой легочной артериальной гипертензии. Обратите внимание, 120 мм втутного столба на 60 в малом круге кровообращения, желтая кривая на мониторе. Но это еще компактный желудочек, центральное венозное давление 7 мм втутного столба, не расползся трехстворчатый клапан. Важно сегодня говорить о том, что произошла своеобразная революция в сопровождении пациентов с легочной артериальной гипертензией, которая привела к знать следующий слайд «Будьте добры, препараты». Революция произошла после того, как в клиническую практику были введены вазодилататоры малого круга для лечения этих пациентов, которые позволили в несколько раз повысить выживаемость пациентов с легочной артериальной гипертензией. Это препараты, влияющие на сигнальный путь оксида азота, и вы хорошо знаете о силдонофиле и об активаторах гуанилоциклаза. Это простоноиды и ингибиторы эндотелиновых рецепторов первого типа. И именно эти препараты должны получать пациенты с легочной гипертензией, если у них развилась пневмония или ОРДС. И при консультации с кардиологом, с врачом-пульмонологом эта терапия должна быть модифицирована для них. В этом основа того, что пневмонию и ОРДС эти пациенты перенесут без докомпенсации правожелудочковой недостаточности. Поскольку тяжелая гипоксия может быть тем критическим фактором, который слабо выраженную дисфункцию правожелудочка у этих пациентов переведет в степень тяжелой правожелудочковой недостаточности с развитием кардиогенного шока. В случае усугубления правожелудочковой недостаточности при назначении инотропных препаратов этим пациентам, имеющим гипоксию и предшествующую легочную гипертензию первого типа, например, на фоне врожденных пороков сердца, предпочтение должно отдаваться инотропом с выраженным вазодилатирующим эффектом. Это добутамин, левосиминдан при счастливой возможности использования ингибиторов фосфодистеразы третьего типа. Алексей Викторович, примите, пожалуйста, решение, когда мне остановиться с учетом этих обстоятельств. Я вполне с пониманием... Не-не-не, Андрей Евгеньевич, давайте до конца свою презентацию, как и планировали. Хорошо. Вторая ситуация, и она наиболее частая, поскольку у пожилых больных в большинстве случаев какой-то вариант патологического состояния левого желудочка встречается, это сочетание легочной гипертензии на фоне гипоксии у пациентов с пневмонией ОРДС и легочной гипертензии на фоне повреждения левых отделов сердца. Это второй тип легочной гипертензии, тип уникальный в большом круге непредставленной, основа повышения давления в левом предсердии и далее ретроградное увеличение давления в малом круге кровообращения. Или это происходит на фоне систолической дисфункции левого желудочка, диастолической дисфункции или повреждения клапанного аппарата. Как вы хорошо знаете, абсолютное большинство пациентов с высоким давлением в малом круге кровообращения, 80% это именно пациенты со вторым типом легочной гипертензии, заболеваниями левых отделов сердца. С другой стороны, у большинства пациентов с хронической сердечной недостаточностью, с гемодинамически значимыми пороками сердца есть повышенный уровень давления в малом круге кровообращения. Вот волей судьбы такой пациент с пневмонией или ОРДС оказывается в отделении интенсивной терапии. Мы должны помнить о том, что уровень давления в малом круге кровообращения у него, конечно, повысится. Это первое положение. Второе положение. Через перегрузку правого желудочка после нагрузки наша до этого левожелудочковая сердечная недостаточность может получить признаки бивентрикулярной и сочетаться с правым желудочком. И третье, о чем необходимо помнить, лечение легочной гипертензии третьего типа и легочной гипертензии второго типа иногда противоположны и требуют очень взвешенного подхода, поскольку вазодилататоры малого круга кровообращения, о чем я скажу ниже, могут ухудшать состояние пациентов с повреждением левых отделов сердца. Поэтому важно у пациента с ОРДС и пневмонией вовремя выявить легочную гипертензию, ассоциированную с заболеваниями левых отделов сердца. Диагностические критерии перед вами на иллюстрации это прежде всего собственно легочная гипертензия и повышенный уровень давления в малом круге кровообращения, а второй признак это повышенный уровень давления в левом предсердии. В плане диагностики бесценная эхокардиография, которая нам позволит, как мы обсуждали, определить повышенный уровень давления в малом круге кровообращения, оценить размеры левого предсердия и сделать заключение возможности левопредсердной гипертензии как причины легочной гипертензии и собственно определить те причины, которые могут привести к повышению давления в малом круге кровообращения. Систолическую дисфункцию с падением фракции выброса, диастолическую дисфункцию левого желудочка и мы о ней узнаем по нарушениям трансметрального кровотока при доплерометрии и повреждения клапанного аппарата сердца, которые сопровождаются легочной гипертензией. Метральная недостаточность, метральный стеноз, аортальная недостаточность и аортальный стеноз. Позвольте остановиться на фармакологических подходах коррекции и на первом этапе напомню вам о том, что повышенное сопротивление малого круга кровообращения при гипоксической вазоконстрикции можно купировать путем назначения вазодилататоров парентеральных. Но это закономерно приведет к тому, что разрешится наш спасительный механизм гипоксической вазоконстрикции, как вы видите на иллюстрации, и ситуация усугубится, степень гипоксии увеличится. Многие из вас, уважаемые коллеги, наблюдали это при назначении нитропрепаратов, например, пациентам с хронической обструктивной болезнью легких, курильщикам со стажем, когда гипоксия развивалась, казалось бы, быстро на таком непонятном фоне, а причина назначения вазодилататоров и купирования рефлекса гипоксической вазоконстрикции. Поэтому парентеральное назначение вазодилататоров снизит давление в малом круге кровообращения, но ценой ухудшение состояния газообмена. В этом плане совершенно уникальные препараты, которые вводятся ингаляционные, в первую очередь оксид азота, единственный абсолютно селективный вазодилататор малого круга кровообращения. При ингаляционном введении оксид азота попадет в хорошо вентилируемые зоны, и именно там будет воздействовать на русло малого круга, простите, расширяя его, не воздействуя на сосуды, которые перфузируют блокированные отделы легких, где сохранится вазоконстрикция. А вот в хорошо вентилируемых зонах сосуды расширятся и даже оттянут на себя кровь, снизив таким образом шунтирование. Назначение оксида азота закономерно сопровождается не только снижением сопротивления давления в малом круге кровообращения, но и улучшением оксигенации, что подтверждено в метаанализах и множестве рандомизированных исследований, контролируемых, как вы можете видеть на данной иллюстрации. Ограничением к использованию оксида азота в этих клинических ситуациях являются логистические затруднения. У нас в абсолютном большинстве случаев баллонная технология применения этого газа и, конечно, совсем не в каждом отделении интенсивной терапии эта технология представлена. Возможно, решением проблемы будет ввод в широкую клиническую практику генераторов оксида азота, которые производят его из атмосферного воздуха. Единственный в мире аппарат, разрешенный для клинического применения, создан и производится у нас в России. Это аппарат Тианокс. В случае развития острой дисфункции правого желудочка терапия гипертензии должна быть более настойчивой. Можно выделить 6 групп препаратов, но мы выберем те, которые минимально снижают инотробную функцию правого желудочка, хорошо управляемы и минимально воздействуют на большой круг кровообращения. Таким образом, наш выбор остановится на ингаляционном оксиде азота или на альтернативном подходе ингаляции простоциклина и лапроста. В тех случаях, когда технологию ингаляции оксида азота невозможно в стационаре реализовать, применение ингаляционного и лапроста может быть достойной альтернативой до 9 раз в суток 20 микрограмм позволяет эффективно снизить сопротивление малого круга и давление в нем, соответственно, снизить нагрузку на правый желудочек, а ингаляционный путь ведения значимо уменьшит влияние и лапроста на артериальное русло и не позволит развиться артериальной гипотонии. Положительные влияния и лапроста как на гемодинамику малого круга, так и на оксигенацию показаны в ряде рандомизированных исследований. Обязательно нужно помнить о том, что вазодилататоры малого круга, оксид азота, и лапрост, силдонофил противопоказаны пациентам с легочной гипертензией второго типа, пациентам с хронической сердечной недостаточностью и патологическими изменениями клапанного аппарата. Дело в том, что назначение этих препаратов приведет к расширению малого круга, закономерному увеличению волемической нагрузки на больной левый желудочек, что станет результатом парадоксального увеличения даже давления в малом круге кровообращения за счет прогрессирования застоя в левом предсердии в малом круге кровообращения вплоть до развития отека легких. Поэтому в инструкции к любому вазодилататору малого круга кровообращения в разделе противопоказания мы найдем хроническую сердечную недостаточность и застой в малом круге кровообращения. При исследованиях, которые были приведены в конце прошлого века, это было убедительно подтверждено в группе пациентов с низкой фракцией выброса и выраженной легочной гипертензии на фоне снижения функции левого желудочка. Для лечения дисфункции правого желудочка мы выберем препараты инотропные, обладающие базодилатирующим эффектом, добутамин, левосиминдан. Но проблема в том, что именно этот благотворный вазодилатирующий эффект для малого круга может вызвать снижение системного артериального давления. Для этой клинической ситуации с развитием гипотонии уже на протяжении примерно 7 лет в монографиях по лечению острой правого желудочной недостаточности можно найти следующее положение. Необходимо параллельное назначение норэпинефрина. Ранее мне казалось это неприемлемо, но сегодня это уже устоявшаяся часть терапии острой правого желудочной недостаточности. Повторюсь, если назначение инотропов с базодилатирующим эффектом добутамина, левосиминдана вызывает артериальную гипотонию, мы сочетаем при правого желудочной недостаточности такую терапию с назначением норэпинефрина. Вот информация, которую я хотел привести вашему вниманию, уважаемые коллеги. Возможно, она будет полезна в вашей практической деятельности при ведении пациентов с тяжелой острой дыхательной недостаточностью, закономерно приводящей к повышенному давлению в малом круге кровообращения. Большое спасибо за внимание. Извините за технические накладки. Возможно, я стал их причиной. Продолжение следует... Продолжение следует...